Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара сегодня. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Строительство новых школ и развитие городской инфраструктуры. Губернатор и мэр Самары провели рабочую встречу. И ждет сцена Большого театра. В Самаре прошел детский танцевальный фестиваль «Волшебная туфелька». Молодо, дерзко и ярко. Самара знакомится с художниками нового поколения. Формирование бюджета Самары и развитие городской инфраструктуры обсудили на рабочей встрече губернатор Николай Меркушкин, глава Самары Олег Фурсов и руководитель регионального Минфина Сергей Кондеев. В частности, речь шла о строительстве новых учебных заведений. Мэр Самары представил несколько вариантов для размещения четырех новых школ, которые будут включены в федеральную программу. Речь идет об Октябрьском и Кировском районах. Всего до 2024 года в Самарской области планируется построить и реконструировать более 60 средних образовательных учреждений. Еще одной темой обсуждения стала подготовка города к зиме. Серьезной проверкой для коммунальщиков стали ранние снегопады. С ними городские службы справились. Также без сбоев в Самара вошла в отопительный сезон, который в этом году начался раньше положенного. В отопительный сезон вошли быстро, без серьезных аварий. Если были какие-то отключения, они в пределах трех-четырех часов, и было связано с водами в дом. А вся система была заполнена быстро. И в этом году в два раза больше переложили труб по теплоносителю. 15 километров. В прошлом году было 7 километров. То есть очень организованно вошли. Все службы работали. Вопрос обеспечения правопорядка губернатор Николай Меркушкин обсудил уже на рабочей встрече с начальником регионального управления Федеральной службы войск национальной гвардии Василием Глотовым. Приказ назначения Глотова на эту должность был подписан в середине октября. В его непосредственном подчинении находится порядка трех тысяч человек. Полковник полиции пояснил, сейчас он знакомится с коллективом, входит в курс текущих дел, уже обсудил совместную работу с руководством Самарского главка МВД. Ранее Василий Глотов возглавлял управление вневедомственной охраны в Подмосковье. Губернатор подчеркнул, что опыт работы в крупном регионе будет полезен и в Самарской области. Данное решение, которое служит, нас абсолютно устраивает. Человек системный, человек хорошо опытный, человек уже имеет возраст тот, который способен и оценить, прогнозировать все и самое главное впереди еще. Президент страны, он дал какие-то своим назначениям, дал нам те полномочия, для того, чтобы мы объединили все силовые структуры вокруг губернатора, руководителя губернии Самарской области, для того, чтобы те задачи, которые стоят перед страной, они решались правильно, на пользу народу. 12 ноября в Самарской области официально теперь считается Днем профсоюзов региона. Эту идею поддержал губернатор, затем соответствующий закон одобрила Губернская дума. Это событие участники профессиональных сообществ называют историческим. На первом торжественном собрании профсоюзов побывала наша съемочная группа. Этого события профсоюзы региона ждали давно, а теперь в области официально утвержденных профессиональный праздник. Ольга Шерстнева, педагог с 30-летним стажем, свою деятельность в профсоюзе начала еще в студенческие годы. Сейчас возглавляет районную организацию. Наша советская районная профсоюзная организация очень большую работу проделывает по отстаиванию прав работников образования, педагогов на досрочную пенсию. Нашим работникам не доставлять никаких проблем и никаких забот. Они только приходят к нам, обращаются, все остальное мы делаем за них. И они только потом получают пенсию. Федерация профсоюзов Самарской области объединяет 33 отраслевых и первичных организаций. Это более 600 тысяч человек. Федерация представлена во всех городах и районах города. И основной своей задачей считает защиту трудовых прав, экономических и социальных интересов работников. В этом году профсоюзы региона празднуют еще и 111 лет со дня основания. Такой праздник на Самарской земле должен быть. Это в том числе большое признание общественности, гражданского общества, власти, той большой работы, которая на протяжении всех этих 111 лет проводила профсоюзное движение Самарской области для укрепления мира, согласия, спокойствия в нашем родном регионе. Я хочу поблагодарить вас за тот труд, который вы вносите в дело улучшения жизни наших членов профсоюза и вообще трудового народа нашей Самарской области. Помимо официального праздника, в области утвержден и почетный знак губернатора за развитие профсоюзного движения. Первые награды уже получили 10 человек. Валерия Макарова, Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других темах дня. В Самаре орудуют злоумышленники, обливающие кислотой автомобили. Как пишут в интернете, уже пострадали как минимум три машины. Первый случай произошел в ночь на 11 ноября. В районе пересечения улиц Среднесадовой и Физкультурной пострадала Тойота Королла. За ее перекраску по подсчетам владельца придется отдать не менее 15 тысяч рублей. В ту же ночь на пересечении Среднесадовой и Красных Коммунаров был облит агрессивной жидкостью новенький «Фольксваген», который всего сутки назад был куплен в автосалоне. Примерно в то же время «Автовандал» позарился и на «Киа Спортедж». Автомобилисты намерены объединить свои усилия в поисках злоумышленников. Невыездными из-за долгов заводу рискуют стать 815 самарцев. Если неплательщик не выполнит требования исполнительного листа, сумма задолженности по которому превышает 10 тысяч рублей, судебный пристав вправе временно ограничить его выезд из России. Общий долг самарцев за услуги водоснабжения и водоотведения превышает 15,5 миллионов рублей. В отношении этих должников уже вынесено судебное решение. В Самаре на 14 дней закроют участок дороги на улице Печорской. Это связано со строительством водопровода. Автомобилистов просят обращать внимание на необходимость учитывать временное ограничение и заранее выбирать маршрут следования. Жители Самары и Тольятти смогут зарегистрировать брак 31 декабря. В этот день будут работать дворцы бракосочетания в Самаре по адресу Молодогвардейская, 238, в Тольятти, Революционная, 25. Заявления о заключении брака на эту дату принимаются до 29 ноября 2016 года. Сообщается, что торжественная государственная регистрация заключения брака в предновогодний день будет проводиться по специально разработанному сценарию. Самару вновь бросает в холод. Причем уже сегодня, ближе к вечеру, ожидают 9 градусов мороза. В ночь на среду столбик термометра остановится на отметке минус 12. Примерно та же погода продержится всю неделю. По прогнозам синоптиков, снег маловероятен. Погода будет морозной и ясной. Днем до минус 8, а ночью до минус 11. Здесь четкий ритм и строгая техника движения соседствует с импровизацией. Фестиваль танца «Волшебная туфелька» прошел в Самаре. Лучшие хореографические школы отбирали по всей области театральные эксперты. Самара уже громко заявила о себе. В прошлом году коллектив «Задумка» получил гран-при в финале конкурса. Кто будет представлять регион в этом году, расскажет Олеся Корецкая. Душа поет во время танца. Это про Юлию Сагитову. Она занимается в хореографической школе почти 10 лет. Ей подвластны классические и современные композиции. Но ее настоящая любовь – танец народный. Русский, цыганский, испанский, любой. Ну, вот испанский, цыганский – это более характерные номера. Ну, я люблю больше характерные. Я всегда хотела казачьи, но пока еще не танцевала. Так вот, цыганский, испанский. Прямо можно всю себя показать. В танце каждое движение имеет значение, вплоть до положения мизинцев. За внешней красотой и грацией стоит тяжелый труд. Десятки и сотни репетиций, монотонные тренировки и даже травмы. Но результат стоит того. Ведь мы занимаемся воспитанием искусства. А без этого, ну, нет нормальной жизни человеческой. Потому что это настолько все очень тонко. Очень душа раскрывается. Правильно даже говорят, что душа поет, когда ты смотришь со сцены. Красиво, красоту, вот эту грацию. Народно-сценический танец – это веселье, это душа танцева. Конкурс «Волшебная туфелька» проходит в нескольких номинациях. Современный, классический и народный танец. Ритм, музыка, движение, техника, артистизм – учитывается все. Для участников фестиваля танец – это образ жизни. 14 хореографических школ, больше 40 танцевальных коллективов со всей области собрались здесь, чтобы доказать другим и прежде всего себе – я умею танцевать. Это дает очень большой профессиональный опыт. Потому что когда мы танцуем, мы приобретаем сценический опыт. А когда смотрим, соответственно, мы можем учиться на чужих ошибках. Большие и маленькие – целые коллективы талантливых ребят. Их искали по всей области, чтобы помочь развивать свои навыки и добиваться больших высот. Победители регионального этапа поедут следующей весной в Москву на финал конкурса. Будут выступать на сцене Большого театра. Там их ждут мастер-классы от ведущих солистов, а также будет возможность проторить себе дорогу на танцевальный Олимп. В экспертном совете в жюри присутствуют художественные руководители ведущих балетных школ. И всегда происходит вот такой, не могу сказать, отбор, но встреча студентов, будущих абитуриентов и руководителей учебных заведений. К Самаре у столичных экспертов теплые отношения. В прошлом году именно самарский коллектив «Задумка» взял гран-при на всероссийском конкурсе. Олеся Корецкая, Григорий Пришаков, События. Все, чего я не знаю, об абстрактном искусстве. Под таким названием открылась выставка Ивана Ключникова в музее имени Алабина. Иван стал третьим художником, который в этом сезоне открывает «Волга-0». Проект, стартовавший зимой, знакомит Самару с современным искусством. В абстрактном буйстве красок смысл пытался разглядеть Андрей Горгуленко. Цвет – основа творчества, а его сочетание – неисчерпаемая бесконечность, признается Иван Ключников. Готовясь к выставке, автор экспериментировал и с размерами. Есть как малые формы, так и 10-метровый холст. Я разделил его на части, а потом собрал. И от этого я ничего не предугадывал, но он так или иначе сложился. И вместе эта картина законченнее, полноценнее, чем по отдельности. Остро и радикально – так характеризуют его яркие, насыщенные цветом и отчетливо психоделические картины. Но в то же время его работы передают самарскую локальную энергетику. Перед нами, в общем-то, состояние человека, состояние современного молодого человека, живущего вот здесь, на этой территории. А художников современного искусства в Самаре достаточно, чтобы открыть их имена для широкой публики и был создан проект «Волга-0». В начале года были представлены достаточно именитые авторы, а вот в осеннем сезоне новые и малоизвестные. Иван Ключников стал третьим в эту сессию. Каждая выставка отличается. У каждой выставки свое лицо. Вот мы в этом сезоне показали уже трех авторов. И выставки не только, можно сказать, не похожи. Они отличаются и концепцией, и самое главное – пластическим языком. Одной из своих картин автор ставит вопрос – зачем комментировать? Но мы-то, журналисты, знаем, что без хорошего комментария не выйдет качественного сюжета. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы наши журналисты сейчас готовят к эфиру. Нюансы дачной амнистии и долевой собственности на землю. Начальник управления Росреестра проведет ликбез для горожан. Цифры, о которых надо знать. Главный врач спеццентра расскажет о ситуации в регионе. Сцена лечит. Театр Самарская площадь дал спектакль для детей-инвалидов. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok